Друзья, я сегодня в течение ближайших минут 20 попытаюсь перевести хайп в понятийную простую плоскость. Значит, я думаю, что примерно каждый из нас за последние полгода слышал из уст Германа Оскаровича и других именитых товарищей слово agile. Ну, то, что слышали, понятно. Кто практикует у себя agile? Раз, два, три, четыре, пять. Да, спасибо, друзья. У нас примерно немножко, кто глубоко в теме и кто пробует, доклад в основном для тех, кто хочет понять, что это такое и стоит ли смотреть в эту сторону в принципе. Он такой для бизнеса, для того, чтобы понять, откуда произошел, пошел agile, откуда такой хайп появляется и стоит ли это делать нам. Итак, есть цитата волшебного мужчины, вот там его фотографии есть с горящими глазами, прям с горящими исключительно. Это CEO General Electric, человек многодумающий, известный и действительно очень многие решения, принимавший в своей жизни, видящий тренды, много-много всего можно про него сказать. У него есть волшебная цитата о том, что мир вокруг нас двигается очень быстро, это не его текст, с этим тезисом мы знакомы давно, он постоянно вокруг нас витает. И он сравнивает движение вовне с движением внутри нас, внутри нашей компании. Так вот, если мы внутри нашей компании двигаемся медленнее, чем изменяется окружающий мир, то шансов нашей компании дойти до какого-то перспективы, не знаю, год, два, три, четыре, пять, семь, восемь, до перспективы, так скажем, их не очень много. Мы должны двигаться быстрее, чем окружающие изменения настигают нас. Это примерно понятная история. Отсюда очень большой интерес к agile, и давайте посмотрим на то, что же такое agile фактически. То есть agile это не набор, наверное, каких-то методик, это философия, если по большому счету говорить, и образ мышления. Чуть-чуть подробнее мы поговорим на следующем слайде, в чем философия, в чем образ мышления, но ключевой драйвер, который принес, вернее, подход agile к нам с вами сюда сегодня, это скорость, скорость изменения, реакции на них. Действительно, это подход, мы проговорим по этому. Это культура внутренняя, и мы обозначим несколько, наверное, ключевых характеристик, без которых не получается внутри компании создать такой быстрый, гибкий подход. Agile называют гибкой методологией. Внутри самого концепта agile есть несколько фреймворков так называемых, мы сегодня про них тоже чуть-чуть поговорим. Это метод управления. Значит, несколько человек, количество не так критично, собрались и сделали манифест, agile манифест. Они записали, это даже не правило, это действительно такие мировоззренческие вещи, то, на каких принципах строится гибкая методология, agile методология. Давайте я чуть-чуть озвучу их. В левой части тезиса, вот то, что жирным выделено, написано и там, и там. Значит, левая часть важнее, чем правая, вот так, если простыми словами говорить. Например, люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. То есть в agile, в гибких методологиях, в скраме, в канбане, во многих других есть процессы, есть инструменты. Но в первую очередь, если мы думаем о том, что важнее для человека, работающего по этой методологии, это люди и взаимодействие. Условно, если говорить о каком-то очень простом примере, если мне нужно занести в какую-то систему данные, либо поговорить с человеком, чтобы он все понял, то я предпочту поговорить и объяснить ему голосом, текстом, как-то еще, чем просто записать какой-то комментарий. Например, что не отменяет записи комментария и фиксирование результата. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Почему работающий продукт важнее того, чтобы все это было очень точно и детально описано? Это опять же идет от скорости. Если мы сможем отдать готовый рабочий продукт только после того, как мы его полностью цикл закончим, завершим описанием документации, то нам нужно уже новый функционал отдавать, потому что рынок требует следующего функционала или говорит, что случилась какая-то корректировка. Сотрудничество с заказчиком важнее согласований, которые в договоре зафиксированы. Разрабатывали товарищи айтишники из IT, пришла в принципе гибкая методология, и там заказчик, мы не имеем в виду сейчас заказчика внешнего всегда, заказчик может быть внутренний, вам руководитель поручил, соседний отдел попросил, у нас будет термин product owner, или владелец продукта, заказчик внутренний. Может быть внешний заказчик совершенно. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Это, наверное, такой ключевой опорный пункт гибкой методологии в принципе, который говорит о том, что мы в процессе можем корректировать свои цели, можем ставить другие результаты, если обстоятельства, которые влияют на этот результат или которые требуют такой результат, в процессе изменились. Еще раз повторюсь, мы не отрицаем ни одной из части фраз, но понимая, какая из них важнее, отдаем предпочтение началу, то, что выделено GERN. Теперь немножко примеров. Изначально был негибкий подход, называлась это водопадная модель, каскадная модель, много названий есть. Смысл в том, что мы постепенно, по этапам, двигаемся от намеченного плана к цели. Свойства вот этой водопадной модели, первый, второй, третий, четвертый этап, сколько-то их будет, в том, что изначально в точке отсчета, когда мы начинаем планирование, и потом, например, у нас есть, мы говорим про разработку продукта, к примеру, у нас есть основное видение, мы его формируем, мы пишем техническое задание, если это технический продукт или софт, детально прорабатываем его, дальше он идет, например, в программирование, потом в отрисовку интерфейсов, потом в тестирование, потом в документацию, и после этого у нас идет готовый продукт на выходе. От первой точки до последней точки могут проходить разное количество времени. Чаще всего это достаточно большое время, когда мы применяем все-таки подходы управления проектов, это 3, 6, 12 месяцев, длинный интервал, и мы не можем, написав техническое задание в самом начале, корректировать его в конце. Давайте на примере сайта, если вы наверняка делали какой-то сайт у себя в компании, вы пишете техническое задание на сайт, через, условно, полгода у вас есть итоговый результат, тот, который вы описали полгода назад. Вопрос в том, через полгода не изменились ли вводные данные, не нужен ли вам немножко другой сайт, чуть другой по дизайну, с чуть другими инструментами, интегрированный с другими системами. Поэтому, как иллюстрация такого подхода, давайте я покажу волшебную историю про поезд, который выходит из точки А в точки Б, ему нужно доехать до города, везет он, к примеру, мороженое, контейнеры такие. И у него, тут не нарисованы вагончики, но мы предполагаем, у него мороженое. Едет ехать ему два дня, например. Выехал он, он на середине дороги подъезжает к этому городу, там люди все еще хотят мороженого, и потом совершенно волшебно прилетает тот человек в голубом вертолете и кормит эскимо половину города. В этот момент поезду ничего не сделать. Это модель, которая предполагает изначально поставленный план и конечный результат, который мы знаем в самом начале. Поезд едет по рельсам, ему никуда не свернуть. Вот он должен доехать до этого города, и там уже что-то будет. Понятно, что спроса такого на мороженое уже нет, но по дороге развернуться ему никак не получается. Это вводное. То, что нас не устраивало все время. Скорость изменений росла-росла, и нам нужно было как-то отвечать. Появилась итерационная модель, когда мы не такими большими сроками планируем. Мы не планируем на полгода, мы не планируем на год, а мы говорим, давайте мы посмотрим какую-то короткую итерацию. Условно, про то же самое мороженое, мы говорим, давайте мы сначала посмотрим на спрос. И давайте мы сначала, например, поедем в этот город не большим составом, в котором тонна мороженого, а повезем в багажнике что-нибудь и проверим, работает или не работает. На машине же вроде быстрее, быстрее, риски поменьше, поменьше. И мы едем на машине. Ну, давайте к другому немножко кейсу. Про мороженое забыли. Мы выехали на машине. Это уже итерационная модель, не классический подход, водопадная модель или каскадная модель, а итерационный подход. Гибкий. Мы едем на этой машине, и вот наша точка. Наша точка там, значок доллара, к деньгам. У нас есть такая бизнес-цель. Мы к ней выдвинулись, мы понимаем, что ехать нам по прямой. В процессе мы понимаем, что цель сместилась каким-то образом. Вводные немножко другие. Курсы долларов, конкуренты, наш продукт, реакция рынка, новые продукты вышли какие-то. Мы можем переосмыслить это и сменить направление. То есть это не рельсы, по которым мы ехали дальше. Мы можем чуть отклониться. Ну и куда бы ни смещалась точка, мы постоянно, двигаясь маленькими отрезками, в конце отрезка можем передумать. То есть у нас нет жестко прибитого плана в самом конце. Вдруг появляется не маленькая цель, к которой мы ехали, а большая цель. И мы, видя ее, понимая вот в этом этапе, говорим, а теперь нам интереснее повернуть к другой цели. Резкий поворот не получается, мы делаем это в два этапа. Вот. Это смысл фактически гибких подходов, итерационных, коротких подходов. Для того, чтобы сравнить, вот в левой части у нас водопадная модель, классический менеджмент, в правой части у нас итерационная модель, когда мы медленно движемся и можем корректироваться. Значит, сохраняя левое и правое, мы говорим про риски. Значит, если мы говорим про риски водопадной классической модели, классического менеджмента, у нас конечный продукт, говоря про, не знаю, открытие нового офиса, создание нового продукта, создание новой услуги или чего бы то ни было еще, человек получает конечный продукт или заказчик получает конечный продукт только в самом конце. То есть, мы инвестируем в этот проект деньги на протяжении всего времени, к концу проекта количество инвестиций максимальное, и количество рисков тоже максимальная. Потому что, когда мы отдадим работу, товар, услугу конечному заказчику, ему может не понравиться, он может хотеть немножко не того, или это уже перестает отвечать той задаче, которую он поставил в самом начале. То есть риски растут с движением проекта. Чем ближе к концу проекта, тем выше риски. В итерационной модели обратная ситуация. Мы говорим, что мы постоянно выдаем маленький готовый конечный продукт в конце каждого этапа. Это уже не полгода работы постоянной, это, допустим, по две недели мы разбили на некоторое количество этапов, и в конце каждой недели мы отдаем маленький кусочек работы. Если мы грузим вагоны, мы говорим, что мы не перегружаем целый вагон из одного в другой, а перегружаем по маленькой тележке. И вот каждый раз мы получаем уже обозримую пользу, и, соответственно, каждый раз мы тестируем, то ли мы делаем, то ли продукт мы делаем, то ли услугу мы делаем, получая обратную связь, можем корректироваться. Поэтому риски, чем ближе к концу проекта мы идем, вот финального проекта общего, тем риски снижаются. То есть мы все больше и больше уверены в том, что мы делаем все правильно. Ну давайте, когда помогает agile. Когда необходим, наверное, agile, и можно подумать, чтобы в компании работать по гибким методологиям, по методологиям итерационным, и не только итерации в основе agile, там и коммуникационные модели открытости, вот те принципы, про которые мы говорили с вами, про agile manifest, они тоже лежат. Значит, когда люди привыкли работать по шаблону, и у них нет вот этого этапа переосмысления постоянного. Здорово, если agile нам бы помог. Мы не один раз подумали, а мы думаем достаточно часто и осознаем свое место в процессе, в каждый момент времени, да, или свой продукт в течение времени, то есть что мы конкретно сделали. Очень часто получается, это, к несчастью, очень распространено в российской ментальности, мы привыкли искать как-то виноватых. То есть если ты говоришь, почему не было сделано, всегда появляется какая-то причина, почему это не было сделано. И причина лежит чаще всего не внутри человека, а она где-то вовне. Где-то мне там юристы не дали немножко, где-то мне коллеги не совсем помогли, где-то рынок не такой, где-то я не дозвонился, где-то что-то еще случилось, она лежит вовне. То есть если люди не привыкли брать ответственность на себя, то agile подход переворачивает, конечно, это мышление. Ну, про ошибки немножко, да, вот тут на слайде написано, я детально расшифровывать каждую картинку не буду. Внутри agile, то есть agile это в принципе подход, да, гибкая методология. Да, конечно. Внутри agile есть некоторые правила, методологии внутри, фреймворки они называются, по которым строится работа. Это такой инструментарий. Что нужно делать, основываясь на тех принципах agile, про которые мы говорили, которые мы посмотрели на слайде, ну, есть несколько. Самое популярное это скрам и комбан. Я поговорю чуть-чуть про то и про другое. Значит, начну со скрама. Скрам это принцип командной работы. Команда чаще всего не очень большая. Особенность этой команды в том, что внутри команды находятся полностью компетентные люди для того, чтобы создать этап проекта. Если мы говорим про классический подход традиционный, то на первом этапе, например, мы рассматривали пример софта, да, на первом этапе работают аналитики, на втором этапе работают программисты, на третьем этапе работают дизайнеры, на четвертом тестировщики, и вот это разные компетенции, разные люди фактически. Когда одни люди передают работу другим, часть информации теряется. Чем больше таких передач, тем большее количество потерь информации у нас есть. Внутри этой команды сосредоточены фактически все люди, которые участвуют в процессе, то есть они работают в команде, им никому другому не нужно обращаться, вся информация курсирует внутри них, они обладают полной картинкой. Там есть еще один персонаж, не очень понятно, что у него в руке, он вот здесь написан, у него скрам-мастер. В привычной нам терминологии названия должностей это руководитель отдела. Ну, предположим, мы сейчас говорим про продажи, и вот эта команда, которая занимается продажами, формированием продукта, коммерческого предложения, лидогенерации, всем вот этим, у нее есть руководитель отдела продаж. Задача руководителя отдела продаж осуществлять коммуникацию между сотрудниками, доносить, переводить там с языка на язык, если это необходимо внутри, чтобы коллектив полностью понимал, полностью знал, что такое, и осуществлять связь с еще одним человеком. Еще один человек это заказчик, директор, в терминологии гибких металлогий он называется product owner, то есть владелец продукта, человек, который понимает, как должен выглядеть конечный результат. Вот он постановщик цели, он знает, как это должно быть, и именно он ставит такую задачу. Это может быть директор, если мы говорим про компанию, и он говорит сначала отделу продаж во главе с руководителем, например, я хочу миллион долларов США. В дальнейшем команда все это фиксирует, делает и формирует продукт, совершает такие продажи. Есть клиенты, они у нас вот здесь с корзинками покупательскими, кто-то побольше, кто-то поменьше, чаще всего продукт делается для них. Бывает так, что роль совпадают, но чаще всего, конечно, есть заказчик продукта, который говорит, нам нужен вот такой-то продукт, который мы продадим клиентам, и вот эти клиенты готовы возвращать обратную связь, для них мы это делаем, они отвечают нам, голосуют рублем, правильно мы делаем, неправильно, и говорят, что там не так в этом продукте, готовы они его купить. Несколько моментов про обязательные атрибуты подхода скрамовского. Тут есть тоже несколько кружочков, я их прокомментирую вместе с подписями. Значит, начинается все с планирования спринта. Вообще есть такая терминология спринт, спринт это отрезок времени, вот отрезок того этапа, которым заканчивается, в конце этого этапа у нас есть завершенный конечный какой-то продукт. Например, если мы говорим про создание того же сайта, у нас есть не целый сайт, а скажем, у нас есть висящая страничка в интернете, у которой есть дизайн, на которую можно зайти, и там можно прочитать информацию, допустим, о компании и услугах. Вот это первый этап. А нужен нам, конечно, большой сайт со всяким функционалом, интернет-магазином и всем остальным. В планировании спринта садится команда и говорит, какой конечный результат они достигнут. Описывают его, описывают его в понятных числовых показателях, здесь никаких секретов особенных нет. Они общаются между собой и понимают, что они сделают. Каждый берет на себя какую-то ответственность, какую-то роль. Дальше есть ежедневный скрам-митинг так называемый. В течение 15 минут люди общаются каждый день, начинают с этого рабочий день, они встают. Скрам-митинг чаще всего проводится стоя, для того, чтобы там не засиживаться, а все были собраны и сфокусированы. В течение 15 минут люди общаются друг с другом, отвечают на три ключевых вопроса. Про вопросы мы на следующем слайде подробнее расскажем. То есть они говорят друг другу, как идут дела, что они планируют делать. Есть демонстрация. Демонстрация — это отдельное действие, когда команда демонстрирует своим коллегам, в том числе и продакт-оунеру, то есть заказчику, который попросил все это сделать, и всем остальным коллегам, кто хочет прийти на демонстрацию этого результата, то, что они достигли за определенный период. То есть они взяли на себя обязательство условно отдел продаж, например, продать на миллион рублей, долларов кого-то еще, и в конце они говорят, друзья, посмотрите, чего мы достигли, и выдают результат. Это не обязательно должна быть сумма конкретная по продажам, то есть не миллион рублей, мы собирались провести 50 демонстраций, и говорим, провели мы, допустим, 54, вот результат, или провели 22, и вот он результат. Есть обзор спринта. После того, как демонстрация сделана, мы смотрим внутри команды, команда смотрит, каким образом они достигали этой цели. Верно они шли, неверно, почему они промахнулись с постановкой цели, почему не достигли или, наоборот, перевыполнили результат, в чем были причины, и вот такой вот обзор спринта они формируют. Ну и последнее, это ретроспективы спринта. Вот ретроспективы спринта делаются без привлечения заказчика, то есть заказчик, который, вот продакт-оунер, директор, не видит этой процедуры. Ретроспективы спринта – это разбор коммуникации. Как проходила коммуникация внутри компании, что кого-то устраивало, что не устраивало. Почему Сергей формулирует, нечетко его не понимают, почему с Денисом, например, не очень хочется вставать в пару на каких-то совместных проектах, почему обратная связь от кого-то нас устраивает или не устраивает, что было хорошо, что было плохо. Оно касается не постановки целей и методов их достижения, а коммуникации внутри компании, потому что это одно из ключевых. Я обещал чуть подробнее про 15-минутные планерки, которые называются скрам-митинги. Три вопроса существуют на этих планерках. Первый вопрос, на который отвечает каждый участник команды – что я сделал вчера для достижения цели. Совершенно понятных, описываемых и измеримых результатах. Второй вопрос – что я буду делать сегодня для достижения этой цели. То есть я ставлю себе план на день и обозначаю его всем участникам. И последнее – нужна ли мне какая-то помощь от команды. Три вопроса, на которые отвечает каждый человек. При этом каждый участник – команда не очень большая. Все друг друга знают персонально, и ты фактически берешь на себя ответственность перед своими коллегами. Это не просто продукт не продался или коммерческое предложение не отправилось. Это ты, глядя в лицо своим товарищам, у вас совместный результат. Совершенно четко берешь на себя обязательства, и в следующий день или в конце недели, или в конце двух недель, как спринт построен, ты перед ними же отчитываешься. Я не сделал вот это, потому-то, потому-то, потому-то. Это тоже часть большая коммуникации, это психологическая часть, потому что ты берешь персональную ответственность на себя и делаешь это каждый день. Не то, что тебе поставили задачи на неделю, и ты в пятницу такой, ах, нужно же мне все-таки эти задачи порешать. А в течение четырех дней я чем-то там занимался. Это нередкий кейс. Это ежедневная, очень сфокусированная планерка. Значит, регулирует и ответы на вопросы, и следит за таймингом, чтобы все собрались, чтобы все было хорошо. Скрам-мастер, который есть у этой команды. Ну и я немножко сказал уже про ретроспективу. Значит, обзор спринта, что было хорошо или что плохо, он касается постановки целей, методов достижения целей, ресурсов, которых хватило или не хватило. Ретроспектива все-таки определяет коммуникационную часть. Как команда общается, какое взаимодействие у них есть, хватает, его не хватает, насколько оно удобно или неудобно всем участникам. Ну и здесь те же самые примерно принципы. Вы смотрите, было хорошо или нет, что можно изменить, какие конкретные действия можно сделать. Это касалось скрама. Значит, есть еще один фреймворк, называется он Kanban. Kanban, я думаю, что он больше знаком даже по визуальной части аудитории, чем скрам. Слова примерно одинаковые, они там звучат скрам, kanban везде, но скрам в принципе очень визуальный. И один из принципов как раз скрама, это вот такие карточки, картинки. Они могут быть в режиме стикеров на доске. Мы лепим, здесь у нас доска размеченная по стадиям, мы лепим эти стикеры. Они могут быть в электронном формате. Мы показывали и на этой презентации, и вы работаете в Bitrix24. У нас есть Kanban-доска и в продажах, если мы говорим об этом, в CRM-системе, и в задачах есть Kanban-доска, можно по ней ориентироваться. Стикеры могут отличаться друг от друга по цвету. Эта маркировка может обозначать фактически что угодно. От человека, который берет на себя, отвечает, до проекта, типа проекта, типа задачи, какой-то другой сегментации задач внутри Kanban-доски. У Kanban-доски эти стикеры размечены по этапам, то есть это обязательный критерий. Есть определенное количество этапов, как у нас в воронке или в любом процессе. Есть несколько стадий, и по этим стадиям движется та самая задача. Вот этот стикер, он перевешивается. То есть у нас есть первоначальная задача, мы вешаем его в очередь. У нас есть очередь, она неограниченная. Там может стоять любое количество обращений фактически. Все остальные стадии, и это одно из требований Kanban, оно не всегда выполняется, но там, тем не менее, в методологии оно заложено. Количество стикеров, находящихся в каждой колонке, то есть на каждой стадии, ограничено, фиксировано. И мы должны понимать, почему это происходит, потому что чем больше задач висит у нас в определенной стадии, тем медленнее они делаются. Это все замедляет сильно темп и сбивает фокус. У нас могут в самом верху быть не только стадии по названию, у нас могут быть ответственные. Условно там разработать дизайн, отдать верстку, отдать программирование, отдать тестирование, и мы сразу очень четко понимаем, где у нас узкое горлышко. Если у нас вот эти стикеры, то есть задачи, начинают застревать на каком-то определенном этапе, мы понимаем, что человек не может перевести с этого этапа дальше задачу, и вот здесь собирается все больше и большее количество задач. Скрам-мастер регулирует, смотрит, ну, скрам-мастер я уже по старой привычке. Все вместе мы знаем, какое количество задач должно быть здесь. Это может регулироваться программно, может регулироваться просто самой командой, и очень четко понятно сразу же, в каком месте у нас затык, где задач меньше, где задач больше. Ну вот один из примеров такой же канбан-доски, это мой план, мы сегодня видели его в релизе. Это личное планирование, оно может быть командным планированием, может быть личным планированием. Инструмент, который позволяет разметить задачи четко для себя и понимать, как они двигаются. Это работает равно как и для командной работы, так и для работы индивидуальной. Возвращаясь к тому, что лежит в основе гибкой методологии, мы сейчас говорили все больше о некоторых технологиях, обертке гибких методологий, есть скрам и канбана, есть стикеры, есть доска, есть 15-минутные планерки, есть обзоры, демонстрации. Здесь мы больше говорим про то, что фактически дает гибкая методология внутри команды, но одновременно и требует тоже. Она дает очень большую прозрачность, потому что гибкие методологии, они в принципе открытые, вот те демонстрации, когда команда отчитывается о своей проделанной работе, они открыты для всех, то есть на них может прийти кто угодно в команде. Это, например, отдел продаж отчитывается о своих результатах, на эту планерку могут прийти люди не только из бухгалтерии финансового отдела, может прийти маркетинг, может прийти производство, может что угодно прийти и посмотреть, как это проходит. Это тоже психологический момент, когда ты свои достижения, свои результаты, хорошие или плохие, громко заявляешь на общую публику. Второе – это доверие. Мы смотрели на первом слайде, что фиксация результата, если мы сравним ее с хорошей коммуникацией внутри, второстепенно. То есть должна быть хорошая коммуникация, и если ты привык контролировать каждый шаг, вот такой control freak, тогда тебе будет очень сложно в гибкой методологии, потому что чаще всего product owner, например, ставит задачу, каким образом задачу реализовать, решает команда. Он не дает им четкой инструкции, как именно вам нужно достичь такой цели. Команда делает это самостоятельно. Вы видите результат, результат виден достаточно быстро, но вы не полностью контролируете его. То есть это большой элемент доверия. Мы передаем часть работы человеку, он ее делает. И это командная работа, где каждый зависит друг от друга, и такой элемент доверия во многом есть. Ну и вовлеченность. Когда вы каждый день говорите, что я сделал вчера, что я буду делать сегодня, вот мои результаты, я несу за них персональную ответственность. Быть невовлеченным в процесс нельзя. Нельзя как-то отмолчаться, сесть в стороне. Методика этого никак не поддерживает. Фактически такого не сделать внутри. Куда применяется agile? На самом деле это вопрос, который сильно мучает нас. Мы когда готовили доклад, разговаривали с экспертами, разговаривали с компаниями, которые применяют их, и находили совершенно различные кейсы. Первый вопрос, который у меня возникал, понятно, что agile отвечает за скорость. Гибкая методология позволяет вам быть достаточно быстрым. А есть ли такие области, в которых неприменим agile? Ну вот полностью. Есть, например, какое-то производство, и его совершенно нельзя построить по-другому. Я, если честно, затруднился с ответом. Если будут варианты, мы можем сегодня чуть-чуть подискутировать, если время останется. А у нас не останется, да? Да, я чуть залез. Не подискутируй, можем в куларах немножко подискутировать. Давайте тогда ближе к финалу. Что может помешать внедрению гибкой методологии у вас внутри компании? Первое, это действительно лежит не в области специфики бизнеса, а в области построения культуры. Если вы не доверяете команде, если руководитель не готов дать наотку по реализации своей команде, то проект не взлетит. Если не будет доверия, то по гибким методологиям работать, к сожалению, не получится. К сожалению, к счастью, данность такая есть. Если сотрудники внутри команды не готовы брать на себя ответственность, не готовы персонально отвечать за результаты, говорить, я беру на себя вот эту часть работы, я ее сделаю, сделал я ее или не сделал, то такая история тоже не получится. То есть очень многое зависит внутри от коллектива. Ну и если мы говорим про внедрение agile все-таки сверху, а не снизу, то есть руководство решило перевести компанию на agile, и ожидает быстрых результатов. Хотя это и быстрая методология, то есть через два месяца вы же быстрые, дайте мне быстрый финансовый результат или быстрый орг результат. Такого тоже, к сожалению, не получится. Эксперты говорят о сроке в 6 месяцев оптимальном. В каждой компании где-то в одну или в другую сторону они отклоняются. Примерно про то же самое. Каким образом внедрять? Удачнее всего брать новое направление или новую команду, которую вы полностью выключаете с текущих процессов и начинает работать по гибким методикам. Потом, когда вся остальная компания чувствует, как хорошо с улыбкой, не знаю, или с эффективностью работает новый отдел, новая команда, она подключается к ним. Завершаясь, хочется сказать еще раз про этого волшебного мужчину с горящими глазами и привести еще одну его цитату. Agile — это командная игра. И даже если у вас есть крутые звезды, которые работают в текущей понятной проектной истории, они не могут быть круче команды. Они не могут дать результаты, дать эффективность лучше, чем дает ее качественная команда. Прошу прощения, что я смазал вопросы. Ничего страшного. Друзья, товарищи, если у кого-то есть вопрос, давайте мы все-таки один попробуем задать. Поднимите, пожалуйста, руку, так как в приложении я вопросы не увидел. Вот есть вопрос, я вижу один. Мария, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Большое спасибо за ваше выступление. У меня всегда такой вопрос, самый сложный, про деньги. Вот когда мы итерациями некоторыми сдаем проект, очень сложно. То есть как вы делаете? Заранее определяете вилку некоторую? Или в процессе стоимость проекта меняется? Насколько есть разброс такой, возможности оценить заранее? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Мы здесь предполагаем ситуацию, что заказчик попросил нас сделать что-то, и мы ему говорим, что мы сделаем вам не конечный результат за миллион денег через год, а сделаем вам маленькими-маленькими шажками, и это будет непонятно, сколько стоить. Во-первых, это правда. То есть вы не можете назвать в начале, когда вы итерационно двигаетесь, конечную цифру. Вилку вы можете назвать, что она будет примерно такая, но зависит она будет от кучи факторов. И вы это объясняете клиенту, что, например, мы сделаем первые три шага, они вот понятные, такие займут вот столько времени. Но потом мы не очень понимаем, как будет развиваться проект. Почему? Потому что у вас могут измениться требования, потому что гипотезу, которую мы выдвинули, мы можем подтвердить или не подтвердить. И таким образом, да, действительно, мы не называем конечную фиксированную цену. Это не фикс. Ну и вообще ошибочно предполагать, что при другом подходе можно назвать фиксированную цену, потому что там... Ну, есть такая иллюзия, что когда вы говорите мы... Ну, окей, когда мы говорим, мы сделаем за год все то же самое, не будем разбивать по этапам, вы просто эти берете риски на себя. Вы точно так же не предполагаете, сколько это будет стоить, сколько займет времени, изменится ли требование заказчика по дороге, как вы будете с ними работать. Вы просто этот риск принимаете на себя. Сможем, да? Один вопрос, да, давайте. Давайте, финалим. Ближе просто на микро. Правильно ли я понимаю, что вот стадион в Санкт-Петербурге у нас строили по итерационной модели, да? То есть изменялась стоимость, изменялись сроки. Я не был внутри, и мне действительно сложно сказать, но, по-моему, там был проектный подход изначально, и озвучивали сроки, конечно, постройки стадиона, они же не говорили, мы там зальем каток, потом положим на него газон, потом трибуны, потом будет вот это, а после четвертого матча мы завезем стулья. Вроде как они обозначали, что они готовый стадион сразу же сделают, а потом была корректировка плана. Это вот то, про что сейчас Саша сказал, что в подходе водопадном, изначальном, классическом, мы все равно эти риски не исключаем никак. Кейс спорный такой, он непоказательный, скажем так, но действительно. Ну да, здесь другие проблемы возникли больше. Ну что ж. Спасибо, друзья, большое. Аплодирую Михаилу. Большое спасибо.